Да, вот так. Отматываем. А он тоже против. Солнышко, давай вот так поедем. Не хочу. Время не отмотать назад, понимаешь? Странный вопрос. В нашей школе мы научим любого. Заблокирует ролик? Да. Привет, я Юля, и я сноубордистка. Привет, я Жора, я катаюсь на лыжах. И сегодня мы ответим на самые необычные вопросы. Ваши вопросы. Да, кто узнает, что быстрее? Думаю, что лыжи? Я считаю, что сноуборд быстрее, чем лыжи. Если ты запустишь сноуборд вниз в горы, он поедет быстрее, чем лыжи. Да, да. Поедет быстрее, чем лыжи. Лыжи останутся на месте, а сноуборд укатится вниз. Да, если бы, конечно, это вопрос был лыжникой и сноубордиста, то я думаю, лыжник бы обогнал. Но как вопрос задали, такой ответ и получается. Сноуборд быстрее. Ладно, я согласен. Слушай, ну у каждого свое понятие нормальности, да? Как бы, наверное, кто-то копает шахты с углем и говорит, что это нормальная работа. Ну, мне кажется, нормальная – это та, которая доставляет удовольствие, да? Я сейчас на нормальной работе, на прекрасной работе. На прекрасной работе. Нормальная – это что-то такое среднее. А когда тебе работа нравится, то это прекрасная работа. Так что я не хочу на нормальную, я хочу на прекрасной остаться. Хо-хо-хо-хо! Это мой кошмарный сон, наверное. Я очень, наверное, переживаю, что мне когда-нибудь дадут человека вот такого, как я, да? Я представляю себе такую историю, что когда-нибудь я приеду в какую-то хорошую школу и скажу, дайте мне, пожалуйста, инструктора, чтобы он меня научил. Ну, я-то сам считаю, что кататься чуть-чуть умею. И было бы очень прикольно посмотреть на реакцию того инструктора, да? Если мне, например, дали бы из общей очереди человека, вот, а не просто какого-то там шеф-инструктора. И интересно было бы посмотреть на то, чему он сможет научить меня, да? Ну, явно я катаюсь не без ошибок. Вот, и было бы интересно, заметил ли бы он у меня ошибки, исправил бы он, нашел бы подходящее упражнение. И я сам хочу поставить такой эксперимент. И было бы очень забавно попасться, если бы я кому-то попался, вроде так, чтобы какой-нибудь шеф-инструктор другой школы пришел в нашу и взял меня, чтобы я его подкорректировал. А я так делала. Я делала так, Беша. Конечно, это должно быть стыдно в любом случае. Вот. Вот. В ответ Жориному рассказу я делала как-то так. Я приехала в школу и, не называя себя, не говоря, кто я такая, взяла инструктора и занималась инструктором, как будто я, ну, просто обычный ученик. Вот. И ожидала, что же мне, как бы, скажут, что исправят. И это было очень прикольно. Пацан реально был такой прям замечательный, хороший. И не пытался найти и убедить меня там в том, что у меня что-то не так, да, там, какие-то нюансики там мне подсказал. Но это было прям классно. Когда я в конце сказала ему, что я преподаватель, а вообще он такой, блин. Эксперимент. Да, вот это эксперимент, блин, круто. Говорит, хорошо, что я тебя хвалил. Очень многие на кресленном подъемнике вспоминают этот фильм. Особенно, когда он устанавливается. Кстати, по этому поводу у меня есть история маленькая. Недавно занимался я с мальчишкой, и он у меня спросил, а почему подъемник остановился? И с его подачей родилась история, что сверху и снизу сидят вот эти ребята на канатной дороге, которые работают. И придумалась история, что они крутят педали. И когда один из них устает, то... И они меняются местами. Да, когда меняются местами, то канатка останавливается. Это история уже, да. Начала распространяться. Да, ну вот. Вот, но, да, я не очень люблю, когда ученики вспоминают про замерзших, потому что, ну, фильм мне показался не совсем интересным. История притянута за уши. И у нас, тем более, это невозможно. Правда? Спасибо. Да, я помню. Это было очень прикольно. У меня был молодой парнишка. Он был хоккеистом. И это значит, что он прям суперклассно сбалансирован. Очень прям хорошо все схватывал, очень быстро все делал. И в тот момент, это был мой первый урок, я думала, что это благодаря мне, потому что я так классно ему все объясняю. Я такая молодец. Вот, так здорово. Спустя время я, конечно, понимаю, что такие ребята, которые уже занимаются профессионально спортом, особенно сложно координационным, они прям легко это все понимают. Но на тот момент мне казалось, что это моя заслуга. Ой, да, это был ребенок, и, наверное, не стоит это выкладывать на YouTube, этот рассказ, это будет откровение, как у психолога, скорее. Вот, потому что меня учили по методичке, вот как надо рассказать, показать, посмотреть, исправить. Я учил ребенка, там, 9-10-летнего, и я сначала 15 минут рассказывал, как надо ехать, а она стояла вот так, меня слушала, ну, я все поняла. Я говорю, ну, все, поехали, и она упирается в этом плуге, бедная. Да, мне, признаться, стыдно за мое первое занятие, но потом, когда я узнал, как с детьми на самом деле надо работать, я слегка выкомпенсировал двумя годами работы в детском клубе. Конечно, катаюсь, очень интересно, всегда интересно, прям вообще вопрос, даже не знаю, как можно так спросить, очень интересно. И хочется кататься, и хочется развиваться, хочется кататься на других снарядах, да, попробовать и лыжи, и телемарк, и развиваться в этом тоже направлении. Кататься вне трассы очень хочется, и попрыгать хочется, всегда хочется кататься, тем более, что работа инструктора, она же не подразумевает только каталку. Мы в основном работаем, занимаемся, обучаем, да, и у нас, можно сказать, не так прям супер много времени для того, чтобы самим хорошо и здорово катнуть. Поэтому хочется, хочется. Да, что тут говорить, я прям сегодня до работы покатался, поработал несколько часов и потом еще покатался. Я каждое практически свободное время, если не льет дождь, я катаюсь, если есть снег, очень жду зимы и расстраиваюсь, когда она заканчивается. Ну, я тут немножко хитрю, я, если забыла имя ученика, я снова сама представляюсь, а человек обычно, когда ему говорят имя, имя свое, он сразу свое тоже произносит. То есть я говорю Юля, Юля, и мне отвечают сразу, какое имя у ученика. Вот такой маленький лайфхак. Самые, наверное, быстро обучаемые ребята – это гимнасты. У них очень хорошая координация, независимо от того, дети это или взрослые. И люди, которые катаются на роликовых или ледовых коньках. Потому что движения в лыжах и коньках чем-то похожи, люди очень быстро понимают, как управлять стопами своими в поворотах. Поэтому люди, которые в этом виде спорта заняты, очень быстро схватывают, очень быстро едут. Иногда катаются лучше инструкторов. В нашей школе мы научим любого. Сложнее всего. Обучаются, на мой взгляд, борцы. Да, наверное, тяжелая атлетика. И еще, наверное, очень тяжело обучаются спортсмены, которые сильно эгоцентричны и думают, что они знают все. Такие люди, вне зависимости от вида спорта, они ничему не прислушиваются. И поэтому сложно поддаются обучению. Ищут работу. Что им еще делать? Инструктор зимой, он инструктор летом. Я занимаюсь роликами. И у меня роликовая школа. Это не назвать работой зимой. У нас это, опять же, оплачиваемое хобби. И летом то же самое. Я обычно занимаюсь оплачиваемым хобби. Раньше я организовал прыжки с высоты на веревке. Какими-то вейк-бордом, обучением. Такими вещами. То же самое хобби, только летнее. Я считаю, что не нужно. Если у тебя душа лежит к сноуборду, то незачем себя заставлять стоять на двух лыжах, на двух палках. Сразу встегиваемся и учимся на доске. Потому что мне кажется, что люди, они все-таки по характеру выбирают себе снаряд. По какой-то своей предрасположенности. Имея перед глазами большое количество людей, которые катаются на горных лыжах и на сноуборде. У меня появилась такая теория, что лыжники, те, кто выбрал лыжи, они более люди собранные, более сконцентрированные, сдержанные, организованные. А сноубордисты, они более развязные, расслабленные, легкие на подъем, такие, можно сказать, витающие в облаках, может быть, такие фантазеры. Поэтому, если какой-то снаряд тебе больше по душе, то надо сразу на нем упробовать. По моему мнению, да. Легче научиться стоять на лыжах и потом перейти на сноуборд, чем, как по моему мнению, несколько занятий отбивать себе копчик и потом научиться ехать на сноуборде. С лыж перейти на доску проще. Мое мнение. В эту кучу я расскажу еще историю о том, что в моей карьере была история, когда девушку одну я долгое время обучал кататься на лыжах, и прогресс застопорился. Вот. И когда стал выбор, покупать ли ей ботинки, потому что был вопрос, что, скорее всего, неудобный снаряд ей мешает прогрессировать, я ей предложил попробовать покататься на лыжах. На лыжах. Отматываем. На сноуборде, чтобы она могла выбрать, какие все-таки ботинки купить, какой снаряд ей подойдет больше по итогу. Вот. И девушка попробовала сноуборд, и с первого уже занятия так сильно в него влюбилась, что у нее в скором времени появились и ботинки, и крепления, и сноуборд. И по итогу она стала инструктором. В общем, доска просто ван лав стала, а лыжа, она сейчас вспоминает, наверное, с содроганием о том, что она когда-то часов 20 жизни потратила на обучение на лыжах. Быстрее, может быть, поддалась из-за этого? Может быть, нет. Время не отмотать назад, понимаешь? Самый странный вопрос – это когда уже на нормальную работу пойдешь, устроишься? Человек, у которого работа не такая интересная, как у тебя, да? Задает такой вопрос. Странный вопрос. Я не хочу нормальную работу. Нормальная – это такая, средняя. У меня сейчас замечательная, и я хочу на ней остаться. И если менять профессию, то только тоже на что-то замечательное и классное. У тебя, мне кажется, все работы замечательные в жизни были, да? О, да. Ты вообще хоть день работала? Я всегда получала удовольствие от работы. Найди себе работу по душе, и тебе никогда не придется работать. Нет нового дня. Вот это мой девиз. Тут достаточно, наверное, многогранно можно это смотреть, потому что, глядя на то, как катается человек, который обучает видеоуроки, можно просить друзей снять себя и сопоставлять эту картинку, да, для того, чтобы понять, получается у тебя хотя бы повторить хоть немного, либо нет. Или, как вариант, ты можешь сам эту картинку запомнить и поучать друзей. Да ты не так делаешь. Есть он, как тот мужик, которого видел вчера на ютубе. Или можно взять телефон с собой и пробовать это делать прямо на склоне с телефоном. Да, интересно. Вопрос только, где здесь удовольствие, когда ты такой академичный в телефон уткнулся. Обычно обращаться как-то обтекаемо. Ну, или называть его солнышком, может быть. Солнышко, давай вот так поедем. Ну, часто, если более-менее серьезно, то и за собой замечал случайно, и за другими инструкторами. Просто все говорят во множественном числе. Делаем плуг, делаем поворот. Да, как будто бы обращаясь не к кому-то лично, а ко всей группе, хотя ученик может быть один. Не, ну, конечно, лучше запоминать. Не смотрела, но много про него слышала. Каждый раз на подъемнике мне ученики говорят, а смотрели фильм «Замерзшие»? Я улыбаюсь и говорю, нет. Самые противные ученики – это те, которые против всего. Что бы ты им ни предложил, они все время против. Говоришь, давай так проедем. Не хочу, давай сделаем такое упражнение. Не хочу, вот это противные ученики. Пойдем выпьем глинтвейн. А он тоже против. Что за ученик, да? Не покататься, не повеселиться. Будьте счастливы, получайте удовольствие. Так просто. Катитесь. Да, вот так. Наверное, что-то можно, да, усвоить по видеоурокам, но, к сожалению, сейчас еще не такие технологии, чтобы эти видеоуроки могли сразу тебе исправить ошибки, сделать там какую-то подсказку, может быть, очень тонкую, дать обратную связь. В этом плане инструктор, конечно, надежней. Но видеоуроки полезны, мне кажется, когда ты уже немножко умеешь кататься и для прогресса вполне может быть. Легче учить тех, кто веселый, у кого хорошее настроение, кто не зажимается, кто стремится попробовать больше и выйти за рамки себя. А кто это, ребенок или взрослый, неважно. Единственное, что любой взрослый в душе ребенок, и все любят игры и шутки. О, легче учить тех, у кого пластичный ум и у кого тело более раскованно. Поэтому я считаю, что это все-таки детки. Они всегда готовы к чему-то новому, они более открыты. Поэтому я за малышей. Остались вопросы? Задавай их в комментариях. И не забудь нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших событий. Тут он? Там? Здесь? Вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok